Документ позволит принимать более решительные меры в отношении в первую очередь владельцев приватизированных. Документ позволит принимать более решительные меры в отношении в первую очередь владельцев приватизированных. По-менее старшие члены семьи нигде не работают, сын живет случайными заработками. За жилье не платили несколько лет. Постановлением суда злостных неплательщиков решено было выселить. Приняты нами были все меры, потому что, как вы знаете, выселение это крайняя мера, когда ничего сделать с должниками нельзя. Просили, принуждали. Прошло несколько судебных заседаний по принудительному взысканию за должности. Но они не работают, пенсию они не получают, источника дохода не имеют. И вот это как крайняя мера. Будем надеяться, что в меньшем жилье они одумаются и начнут устроиться на работу, начнут оплачивать за жилье. Выселяют должников не на улицу, а в меньшие по площади помещения. Данную двушку на Октябрьской семья из трех человек сменит на однокомнатную квартиру на улице Горького, причем отремонтированную за государственные деньги. Четыре миллиона вложит коммунальная служба, чтобы привести в нормальный вид то, что оставляют после себя должники. Освободившаяся двушка приобретет статус служебного или социального жилья. Распоряжаться им будет районно-исполнительный комитет. Выселение это не первое и далеко не последнее. И надеемся, что если сейчас мы можем выселять только собственников, нанимателей жилых помещений, государственных квартир, то в дальнейшем это право законодатель нам даст и как-то воздействовать на собственников, которые сейчас чувствуют себя безнаказанно и довольно свободно пользуются своим правом безнаказанности, не платить за жилье. За 10 лет действия нынешнего жилищного кодекса в Солигурске выселено за долги по оплате за коммунальные услуги 14 семей. Выселено в меньшей по площади квартиры. Сейчас в очереди на выселение стоят еще 34 кандидата. Послав им предупредительные письма, государство дало последний шанс исправить положение.